Мороз и солнце день чудесный Сейчас вот эти сотни людей, которые сегодня собрались в этот солнечный день на прекрасном водоеме Просто поучаствовать в очень интересном мероприятии, пообщаться с друзьями, получить громадный заряд эмоций Вот за это я этих людей очень уважаю и люблю Ну а вообще-то этот солнечный день 22 февраля начался задолго до восхода солнца, когда стали собираться члены клуба Агидель Эта республиканская общественная организация проводила очередной зимний фестиваль «Ледовое побоище-2014», посвященный Дню Защитника Отечества Вслед за Агидельцем на берег озера Ломоносовское, что в Алексеевке, стали подтягиваться и участники этого праздничного мероприятия Этих любителей зимней рыбалки не смогли удерзать дома даже заключительные старты Сочинской Олимпиады И весьма ощутимый с ветерком мороз Зарегистрировано было более 100 участников соревновательной части А еще прибыло чуть ли не вдвое больше гостей и болельщиков Следует отметить небывалое количество наград и призов, предоставленных как постоянными спонсорами, так и новыми партнерами фестиваля Погода сегодня морозная, холодно, но я думаю, в виде солнца будет теплее Непременная часть фестиваля – общее построение Где участники принимают поздравления с праздником, получают последнее наставление перед выходом на дом Свой первый зимний фестиваль «Ледовое побоище» клуб «Агидель» провел в 2009 году на руке кармаса И с тех пор ежегодно рыбаки с нетерпением ждут очередной встречи на льду водоемов нашей республики, организованной «Агидель» в цене Вот и начало соревнований Рыбаки поудобнее устраиваются у своих лунок На минус 25 делают свое дело Нелегко на морозном ветру заниматься ремонтом снасти И тонкая леска на морозе И как всегда, форумчане сайта фишер02.ру сегодня не только на льду, но также и среди болельщиков Мы группа поддержки форума фишер02.ру Желаем всем удачи, хорошего улова И замерзнуть в этот морозный, очень-очень морозный день Постепенно солнце поднимается все выше и выше А вот когда не клюет, неплохо бывает перейти на запасную лунку А вот и результат Кушок Местный разбойник Постоянные участники зимних фестивалей – супруги Ковин Холодно Еще раз к тяне, а переходим на запасные лунки Вот что-то немного сегодня женщин на льду в озере ломанулся встает И прохладно холод Солнышко, нормально Будительные судьи все видят, все замечают Вот и отправили они меня к другому берегу озера Да вот только идти по глубокому снегу То ли дело с Евгением на снегоходе И Ярослав Ивкин – многократный победитель, призер зимних и летних фестивалей Вот посмотрите, как профессионально он сбрасывает рукавицы Настоящий рыбак всегда готов помочь словом и делом собратьям по увлечению Согласно положению о проведении фестиваля Взрослые, сопровождающие детей, не могут брать уточки в руки И оставлять детей без присмотра Это так, для сведения Даже на снегоходе нелегко было объехать всех участников первого этапа соревнований А временное его проведение незаметно подходило к своему финалу Размеры улова никак не могли повлиять на праздничную атмосферу фестиваля Даже наоборот, добавляли веселые нотки в артитуру праздничного настроения Идет процедура взвешивания Как всегда, привлекающая огромный интерес Как у участников первого этапа соревнований, так и у большого количества зрителей По окончанию взвешивания судьи подведут итоги первого этапа И определят участников заключительной части соревнований Что же касается детей Победители этой категории будут определены уже после первого взвешивания Ароматные запахи из кухни заполняют деловую территорию И пока судейская бригада занимается аналитикой Все присутствующие могут вкусно пообедать Повара потрудились на слабо Ответы параматного плова Желающие могли познакомиться с новыми моделями автомобилей Предоставленных ведущими в автосалонные города Участники финала определены 27 рыбаков отобраны для участия в заключительной части соревнований Их число вошли как любителей, так и спортсменов А о том, как происходили дальнейшие события на льду в озеро Ломоносовское Вы узнаете из второй части репортажа с фестиваля «Ледовое побоище-2014» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok